Добрый день всем! Если никто не возражает, мы сегодня начнем и будем обсуждать мы с вами тему Tiflo Flash Player от компании ElecGest. Их два, на которые следует обратить внимание. Это 301 модель, которая Medium называется настольная. И карманный вариант с теми же возможностями. Это 202, который спутник. Что можно об этих плеерах сказать? Ну, для начала скажем, что это лучшее из того, что есть на российском рынке. Я не буду сравнивать, как говорится, с более продвинутыми какими-то девайсами или программой AV3715. Просто будем говорить о том, что этот плеер умеет. Компания ElecGest периодически обновляет прошивки на этот плеер и добавляет функционал. В данном случае, буквально пара недель назад, вышло обновление на оба устройства. И появились некоторые новые возможности. У нас здесь в файловом архиве, прямо в комнате, лежит архив, который называется Tiflo Flash Player ElecGest 202.301. И в этом архиве есть и текстовый файл с тем, что произошло в новой прошивке, какие изменения внесены в данную прошивку, что там добавлено. Появился архив телепередач. То есть можно зайти, выбрать канал телевизионный и как подкаст скачать файл на флешку выбранной вами передачи. То есть открываете, допустим, НТВ, смотрите, какие там есть передачи в списке. Если вас какие-то интересуют, можете скачать на свой плеер и потом с флешки послушать. Есть там и другие обновления в этой прошивке. Но я думаю, что вы скачаете этот архивчик и сами посмотрите. Что в архиве есть еще? В этом архиве есть документация в аудио формате на Player 301 и на Player 302. То есть можно послушать озвученный вариант инструкции на любом удобном для вас устройстве, на компьютере. Есть там два файла, которые в формате PDF. То есть если кто-то любит читать в текстовом формате, то можно прочитать инструкцию на эти устройства в текстовом виде. И там же в этом файле есть обе версии прошивки для одного и для другого плеера от сентября месяца этого года. И если у вас есть желание обновить свою прошивку, то вы можете скопировать этот файлик на флешку и, соответственно, инструкции все это обновить. Для тех, кто не знает, как выглядят эти устройства, я расскажу следующее. Давайте начнем с большого плеера. Если кто-то держал когда-то в руках карманный радиоприемник, например, типа Селга или какой-нибудь еще такой. Вот он примерно такого формата. Навес не очень тяжелый. На нем довольно-таки крупные, круглые кнопки. Они распределены по углам. Две в верхнем левом углу горизонтально, две в верхнем правом углу, две в верхнем в нижнем левом углу и две в нижнем правом углу. Посередине, как это бывает обычно, ну типа джойстика, крест такой вверх-вниз, влево-вправо стрелочки. Есть тактильные метки в направлении этих кнопок. По центру кнопки нет. Окей. То есть вот такой четырехкнопочный джойстик. То есть всего у нас получается 12 кнопок на нем. В верхней части на верхнем ребре есть разъем для подключения USB флешки. Есть слот для установки SD-карты, флеш. С боковых торцов, значит, с левой стороны разъем для подключения к компьютеру USB. Есть разъем для подключения адаптера для зарядки аккумулятора. С правой стороны у нас вверху выход на наушники. Внизу микрофонный вход для внешнего микрофона. И также его можно превратить в линейный вход для того, чтобы оцифровывать, к примеру, там с бобинного магнитофона что-то. Есть диктофон в этом устройстве. Ну и, в общем, ряд функционала, которые он выполняет, можно попробовать посмотреть. Режим интернет. Значит, есть вот вертикально в меню перебор режимов. Режим дейзи книги. Режим дейзи. Режим текстовые файлы. Текстовые файлы он читает. Режим радиоприемник. Радиоприемник. Здесь есть и интернет радио, и FM радио. Режим плеер. Режим плеер. Это для воспроизведения MP3, ну, аудиофайлов. И режим говорящие книги. Это кодированный ЛКФ формат. Вот, собственно говоря, все, что этот плеер умеет. Есть у него меню, и в этом меню можно производить некоторые настройки. Установить часы, можно дату и время настроить. Можно подключаться к сетям Wi-Fi. Причем подключается он практически к любому роутеру, в отличие от некоторых других плееров. И у меня пока не было такой ситуации, при которой бы этот плеер не смог подключиться к какому-то роутеру. Хотя я пробовал довольно много и разных, но не нашлось. Сохранять настройки о подключенных сетях можно на внешний файл, который будет на флешке. То есть, если вы к каким-то сетям подключались, вы можете все это сохранить в файл. И потом этот файл, допустим, переписать на флешку в другого плеера. И загрузив его, вы просто уже как бы будете иметь возможность подключения автоматически к тем сетям, которые сохранены в этом файле. То есть, если вы попадете в зону действия данного роутера, и его логин и пароль окажутся в этом файле, то он автоматически сам будет подключаться. Обновление плеера производится посредством интернет. И в любой момент времени вы можете, подключившись по Wi-Fi к интернету, проверить, есть ли новая версия, новая прошивка для вашего плеера. Есть там и ряд других настроек, но наша цель, собственно, не обучение, как пользоваться плеером. Для этого существует инструкция, а это просто как бы обзор, чтобы могли все ориентироваться, что собой представляет этот девайс и стоит ли с ним иметь дело. Ну вот, я уже говорил, что среди российских производителей этот плеер хоть и в меру задумчивый, то есть не такая уж у него быстрая реакция, как хотелось бы, но тем не менее, вот заявленные параметры, они здесь работают. При работе с интернетом есть возможность синхронизировать часы, если вы хотите, чтобы у вас правильно отображалось время. Ну и, в общем, ряд других возможностей. На сервере у компании есть очень много ссылок на потоковые вещания различных радиостанций. Их там больше двух с половиной тысяч. Вы можете себе навыбирать какие-то определенные и сделать избранные для себя именно тех радиостанций, потому что искать среди двух с половиной тысяч каждый раз, в общем-то, довольно утомительное занятие. Хотя они там, в общем-то, по группам разделены, но тем не менее, все-таки можно навыбирать себе любимых, те, которые вы будете слушать часто, и чтобы долго их не искать, можно сделать вот такой вот списочек. Есть там и прямые каналы телевизионного вещания, можно и телевидение на нем слушать через интернет. Вот примерно вкратце то, что представляет собой именно вот эта вот модель 301. Еще хочется отметить следующее. Библиотека AV3715 поддерживается этим плеером хорошо и в полном объеме. Если у вас есть аккаунт в библиотеке, то вы можете настроить двумя способами. Либо это все из файла загрузить, взяв его в личном кабинете на сайте AV3715, либо прописать это все вручную, что более сложно, мне кажется, для неподготовленного пользователя. Но самое интересное, что это, пожалуй, единственный плеер, у которого есть голосовой поиск по библиотеке. Если вы так и не постигли игру в крестики-нолики вот при наборе этих всех названий, книг и так далее, при помощи вот этой вот джойстиковой клавиатуры, или я не знаю, как это можно еще назвать. Ну, в общем, такое оригинальное решение для ввода символов. Вы можете просто сказать в микрофон, то есть нажимаете кнопочку «Голосовой поиск», через какое-то время там раздается звуковой сигнал, вы говорите, что вы от него хотите. И он вам находится, соответственно, в вашей модели поиска некоторое количество книг, которые уже вы потом при помощи кнопочек перелистываете и выбираете, что именно вы хотите прослушать или скачать на внутреннюю карту. Скачать книжки можно на внутреннюю карту, и потом, если у вас нет интернета, слушать их в тех местах, где интернет отсутствует, это хорошо. Появилась возможность, это буквально было где-то вот не так давно в предыдущих еще версиях обновлений прошивки, возможность удаления этих самых книг с флешки. Если вы даже записали какую-то книгу на флешку с помощью компьютера, то теперь, чтобы вам удалить прочитанную книгу, не нужно флешку подключать к компьютеру или устройству подключать. Есть возможность в контекстном меню данной книги ее с флешкарты удалить. Я считаю, что подвижки у компании есть, обновления выходят периодически и имеют, будем говорить, такой прогрессивный характер. То, что плеер, будем говорить, уже состоит из элементной базы, которая очень давно выпускалась и, наверное, на сегодняшний день слегка устарела. Но есть такое дело, задумчивый он у нас этот плеер, то есть реакции на нажатие у него порой доходят до нескольких секунд. Но, тем не менее, пользоваться этим всем можно. И если не торопиться и не нажимать беспорядочно кнопки, а все-таки осмысленно, прочитав инструкцию, пытаться добиться от него какого-то результата, то, как правило, это удается. У меня, правда, не хватает терпения часто ждать, пока он чего-то там сделает. Но я понимаю, что торопить его не надо, потому что будет еще хуже. Что касается карманной версии плеера, он является полной копией этого устройства. Правда, маленькая копия. По функционалу она абсолютно такая же, как и старший брат большой. И все те же возможности, и голосовой поиск. Ну, абсолютно все. Немного по-другому расположены кнопки. Но значки на этих кнопках рельефные, они полностью соответствуют тому большому плееру. И если вы уже привыкли к тем тактильным меткам, которые рядом с клавишами у 301-го плеера находятся, то вы можете легко найти нужную вам кнопку. Правда, здесь эти значки тактильные нанесены не рядом с клавишей, поскольку устройство маленькое, а непосредственно прямо на поверхности кнопок. А так, по функционалу, по всем остальным параметрам, по составу меню, по названиям диалогов абсолютно все одинаково. То есть переход на маленькую версию плеера, на карманную, не займет много времени. Вам будет легко адаптироваться к этому устройству. Аккумулятор, в отличие от большого брата, тут обычно и такой под крышкой съемный. И его можно найти на радиорынке, наверное, купить. Если кого-то не устраивает время работы от аккумулятора, можно иметь два аккумулятора. Один зарядить и держать его на резерве. А вторым пользоваться. Если есть устройство для зарядки дополнительное, то можно его подзарядить или зарядить самим плеером. Ну, в общем, некоторая свобода маневра появляется. Потому что в большом плеере там хоть и аккумулятор съемный, но на разъеме не каждому пользователю удастся его хорошо снять, поставить. Ну, и есть надежда, что аккумуляторы, которые применяются в маленьком устройстве карманном, они не будут такими капризными. Потому что уже, наверное, те, кто пользуется этим плеером, знают, что аккумуляторы почему-то не очень хорошие у 301-го плеера. И они выходят неожиданно из строя. И потом приходится обращаться в компанию по замене этого аккумулятора. И есть, в общем, некоторые проблемы. С этой батарейкой. Кроме этого, что можно отметить? Новая версия плеера и 301-го, и 202-го, теперь уже с синтезатором Алена. Это хорошо, потому что если пытаться читать на нем книги в текстовом формате, ну, можем даже попытаться сравнить. Сейчас мы... Вот так читает старый синтезатор на 301-м Электжесте, делая громадные паузы после точки в конце предложений. Вот. И, конечно, синтезатор оставляет желать лучшего. А сейчас мы попробуем то же самое сделать, но только на маленьком плеере. Режим текстовые файлы. Так. Воспроизведение. Каждая деталь имеет свою функцию. Имеются переключатели, светодиоды, батареи, соединительные детали различной длины и тем. Да. Детали различаются цветом и маркируются номером на них. Так что вы легко определите, какую именно деталь вы должны использовать. Например, деталь-кнопочный переключатель... Ну вот, собственно говоря, другой синтезатор и паузы после точек существенно короче. И уже можно читать текстовые файлы. Перечень тех файлов в текстовом формате, которые поддерживаются этим плеером, заявлен в документации. Если кому-то интересно, то скачать архив можно здесь у нас на файлообменнике. Прямо в канале консультативно-аналитический отдел. Вот этот файл лежит в Tiflo Flash Player LXJEST 301 и 202. Ну вот, собственно, вкратце все, что я хотел вам рассказать для знакомства с этим плеером. А теперь у меня есть желание послушать, какие у нас будут вопросы. Вот вопрос какой. Вот то, что вы сейчас продемонстрировали, это очень хорошо. Вот с Аленой и с этими маленькими паузами между предложениями. А это распространяется на вариант интернет. Там есть новости, календарь и погода. Вот там тоже такие же промежутки. Тоже будут меньше промежутки у Алены. Не пробовали? Ну почему же? Я точно знаю, что будут меньше. Меньше, понятно. Спасибо. Естественно, все будет работать согласно тому, как работает этот синтезатор. То есть и новостные ленты, и все, что там в текстовом формате, и погоды, гороскопы. Все это озвучивается встроенным синтезатором. И все эти паузы, конечно, будут маленькими. А еще такой вопрос. Вот вы сейчас сказали по поводу... Теперь же новый плеер выпускается с синтезатором Аленом. И сказали, что вот сейчас выложен здесь комплект документации, комплект программного ПО какого-то. Вот вроде бы сказали, что нельзя поставить последнюю прошивку. Именно не то, что прошивка, а Алену нельзя поставить на старый DTB P31 Medium. Так оно и остается, да? Если я обновлю сейчас прошивку на последнюю сентябрьскую, Алена у меня от этого не появится. Правильно? Да, вы совершенно правы. То есть Алена появится только на новых плеерах. Именно тех, которые новые произведены. Если у кого-то есть старые модели, то обновляться, конечно, можно. Весь функционал, который заявлен в обновлении, он будет присутствовать. Но синтезатор речи будет оставаться по-прежнему тот, который был. Это связано с тем, что в новой версии плееров вшивается специальный ключ индивидуальный, при помощи которого авторизуется Алена и работает. То есть аппаратный ключ встраивается прямо в плеер при производстве. К сожалению, в старые версии плеера такой ключ встроить, это нужно его отдавать на фабрику. Они должны там менять платы и так далее. То есть как бы это невозможно сделать. То есть если у кого-то старая версия без Алены, то она такой версией и будет жить до конца своей жизни этого плеера. Со всеми издержками из синтезатора, да? С паузами. Да, совершенно точно. То есть со всеми издержками. То есть вот как был синтезатор, так он и будет продолжать работать. Когда придет время вам сменить плеер, то, возможно, вам повезет и вы возьмете плеер уже с новым синтезатором. И сразу тогда такой вопрос. Можно ли... Дело в том, что вот непосредственно в региональных организациях, которые там занимаются, ну какие-то бывают вот там конторки, где эти всякие плеера они выдают, там они говорят, вот нет в наличии, нужно заказывать и прочее. То есть, наверное, какое-то время уходит. Ну, естественно, потом там это соцстрах выплачивает разницу, какую там, какая у них заявлена. А вот непосредственно обратиться или к ЖЕСТ, или куда там, ну, не знаю, не в КСЦРК, но куда-нибудь там еще, вот в Москву непосредственно можно. Оттуда прямо получите парад с курьером, и все равно выплатят разницу. Ну да, все по стандартной форме. То есть, если, предположим, у вас тендер выиграла компания, к примеру, я не знаю... Круст. Круст, к примеру, да. И у них, допустим, стоимость этого плеера заявлена 12 тысяч. А вы купили, к примеру, ЭЛОК-ДЖЕСТ за собственные средства, взяли товарно-кассовый чек, в котором все правильно написано, что это устройство для чтения озвученных книг, и пришли в соцзащиту, так сказать, в фонд социального страхования для возмещения компенсации, то, естественно, несмотря на то, что вы купите ЭЛОК-ДЖЕСТ, к примеру, за там 16 тысяч, вам возместят только 12. Вроде говорят, 21 тысяча сейчас стоит, кто-то говорил. 21, кажется, стоит SmartBee, а про этот плеер не скажу, сколько. Я, к сожалению, не слежу за ценами. А можно мне сказать? Этот плеер стоит 18700, сейчас в Москве в Тифле. Вот, вот видите, то есть, если вы хотите купить, то, в принципе, купить можно, наверное, у этих магазинов есть и доставки, вот, и можно все это сделать, но возместят, вот, к сожалению... Хорошо, если ФСС выиграл тендер, допустим, именно на ЭЛОК-ДЖЕСТ, но у них нет их в наличии или не хватило, или так далее. Тогда, конечно, возместят полную стоимость. Ну, а если другая компания, или, к примеру, Сонет, который там вообще по 5000 свои плееры раздает, то вам вернут, вот, к сожалению, только меньшую часть. Сейчас компенсация, вот в данный момент я получала плеер, буквально 10 дней назад, компенсация 11,5, по-моему. Ну, даже 12, нет, это Нижегородская область. Ну, в разных регионах могут цены отличаться по закупкам, поэтому тут вот надо ориентироваться именно на свой регион и смотреть, как там обстоят дела. Вот, я уже как раз сказал, именно мою область, то есть, точно. А вот нашу Тифло флэш-плеера ЭЛЕКЖЕСТ ДТПП 301 Медиум, он стоит 16 500, в магазине доступная среда, он не стоит 18 с чем-то. Вот мне тоже дали, вот, по техническим средствам, такой соленый, я видел на сайте, стоит 16 500. Ну да, этот должен стоить дешевле, это 202 карманный, тот стоит 18, по-моему, маленький. Тут Ютуб добавили, а вот он иногда лагает. Можно причину, или вы не знаете, тоже. Ой, наверное, это зависит от множества факторов. Какая у вас скорость подключения к интернету? У меня, в общем, лагал на расшивке 1130, а сейчас стоит 1153, он не лагает. Ну, иногда бывает, что он долго запускает. Вероятно, компания учла этот инцидент, и решили увеличить объем буфера при закачке, поэтому он дольше запускается, но зато вот у него есть время некоторое для того, чтобы подкачивать параллельно в буфер. Ну, в общем, чего-то делают, чего-то пытаются, так сказать, улучшить. Ну, а так вообще, конечно, надо, чтобы хорошая скорость подключения была. Ну, а там есть еще и поиск музыки, и поиск Википедии. Ну да, но это все можно посмотреть и на плеере, и в инструкциях прочитать. То есть вот скачивайте информацию, если кому-то нужна, там последние прошивки и документация, потому что не всегда бывает удобно прямо в плеере читать документацию и тут же его изучать. Иногда бывает лучше с какого-нибудь другого устройства включить аудиокнижку и по ходу там ставить на паузу, а потом на плеере уже пытаться воспроизвести то, что там рассказали. Вопрос легальности поиска музыки. Там же ведь и закачивать можно с Яндекс.Музыки. Ну, можно. Все, что есть в контекстных меню этих диалогов, все можно применять. На сайте elegest.ru, если выходит прошивка, то кроме самой прошивки в новостной ленте можно почитать о тех возможностях, которые появились в новой версии прошивки. И плюс, если вы не будете торопиться нажимать на кнопку обновить прошивку, а немножко, так сказать, подождете, то перед тем, как начнется установка прошивки через Wi-Fi, вам сам плеер тоже расскажет, какие изменения в этой прошивке произошли. Еще есть вопросы? Ну, вот там еще самая последняя прошивка тоже, наверное, так же, как предыдущая. Дело в том, что там она вроде бы сначала происходит скачивание этой всей информации, потом идет непосредственно установка новой версии, а потом почему-то требует он перезагрузки, и потом какое-то время снова как бы это выполняется, дважды, что ли, выполняется, вот такая вещь. И там даже что-то иногда выдается как бы ошибка, что ли, ну, рекомендуется не отключать от сети. Это не исправили вот в последней версии? Не в курсе? А почему же в курсе? Не исправили. То есть, если вы возьмете прошивку из интернета, и на флешку ее скопируете на компьютере, и потом вставите флешку, и обновите его с флешки, то у вас все пройдет в штатном режиме без ошибок. Если вы будете по Wi-Fi закачивать, то когда плеер уходит на перезагрузку и начинает перепрошиваться, он в конце выдает ошибку, что он не может получить доступ к какому-то там файлу, и, естественно, если вы потом плеер выключите и его включите, то он начнет прошиваться как бы заново. Но в это время уже информация будет находиться на флешке, и прошивка окончится штатно, без ошибок. То есть, ну вот есть такой баг при обновлении. Надо просто знать, что он есть. Он есть давно, и пока он почему-то не исправляется. Да, так было всегда у меня, по крайней мере. Скажите, текстовые книги читают с очень большими паузами. Это никак нельзя исправить, ликвидировать как-то? Ну вот уже мы говорили об этом, что старый синтезатор речи читает с большими паузами мужской голос. В новых плеерах теперь устанавливается синтезатор Алена, который читает уже почти без пауз, будем скажем так. То есть, все-таки, если сравнить со старым синтезатором, то значительно лучше, но все-таки ощущение небольших пауз все-таки остается. Но уже читать можно. Это женский голос синтезатора Алена, и, к сожалению, при обновлении на старой версии плеера его установить невозможно. Поэтому вот исправить ту ситуацию, которая была с паузами, я уже неоднократно обращался к директору компании и просил, чтобы они подумали над тем, как этот вопрос решить. И они его никак не смогли решить. Вот только заменой синтезатора удалось это все дело решить. Насчет Wi-Fi я все-таки умудрился сделать так, чтобы этот плеер не принимал сигнал Wi-Fi. Это происходит, когда выставляется с первого по четвертый канал Wi-Fi. Ну, не знаю, у нас на роутерах автоматически канал выбирается. Наверное, случайно не попадали на эти первые каналы роутеры. И одно время эти плееры не подключались к Wi-Fi беспарольному. То есть вот у нас, например, в Малино, в нашем пансионате, там доступ без пароля к роутерам. И вот эти плееры не могли к нему подключиться. Но потом вроде как бы эту тему услышали. Мы неоднократно тоже обращались в компанию, чтобы они как-то это дело починили. Они нам объясняли, что это связано с тем, что вот они хотят защититься от вирусов, там еще там от чего-то там такого. Но на плеере, видать, такая операционка, что и никакие вирусы не страшны. Короче, с точки зрения безопасности, я думаю, это нормально, если этот плеер будет подключаться к незапароленному Wi-Fi. И вот они все-таки пошли навстречу и сделали, чтобы можно было подключаться к Wi-Fi, у которых открытый свободный доступ. Ну, еще вот такое можно поделиться своими горестями, можно сказать. Может быть, мне, конечно, не повезло. У меня какой-то такой старенький, наверное, этот аппарат попался мне не совсем таким обычным путем. Вот у меня через некоторое время эксплуатации почему-то у него некоторые клавиши напрочь отказали. Вот, например, я сейчас не могу на нем послушать ни время, ни заряд аккумулятора. Сколько ни жми на эту кнопку, левую нижнюю, никакого эффекта. Вот ты не в курсе, чего такое может быть. А вот, видать, все-таки, если часто пользуетесь клавиатурой, наблюдается износ, скорее всего, этой самой клавиатуры. И тут можно только механическим способом устранить эту тему. У меня-то на стенде плеер не подвергается таким частым нажатием на кнопки. А тот, который дома у меня, он уже у меня года 4, наверное. И пока у него все кнопки работают. Хотя я на нем довольно активно читаю книги. Он удобен, вот, 301 для чтения, допустим, на кухне, когда ты чем-нибудь занят, там что-то делаешь, ремонтируешь там чего-нибудь или еще чем-то занимаешься по дому, по хозяйству. И включить он так довольно громкий, хороший такой плеер. И не очень сильно дребезжат у него динамики, если не увлекаться громкостью. Неплохой аппарат среди тех, которые есть на российском рынке. Но вот у меня пока живет клавиатура. Очень часто мы используем его для прослушивания интернет-станций. И там прямо вот замечательные телевизионные каналы хорошо слушаются, 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 все слушается. Потом вдруг бах, начинает отключение от сети. И вот этот самый пиликанье начинается. Вот это чего? От того, что сигнал шои резко падает. Но вот на компьютере, компьютер рядом работает, он ничего, не реагирует. А вот этот плеер почему-то реагирует. Ну, это, собственно, закономерная вещь. Дело в том, что процессор тут не такой уж там ресурсоемкий. И не так много в нем всякой памяти быстродействующей, оперативной, на которую все это буферизируется. И, естественно, конечно, быстродействия у железа не хватает. То есть я уже говорил, что этот плеер, он уже давно производится. И железо, оно же лучше не стало. То есть какие микросхемы там были, такие они остались. Они уже там на протяжении пяти или даже больше лет эти плееры производятся. Уже есть, конечно, желание, чтобы что-нибудь нам предложили более современное, более производительное. Гост был разработан по Tiflo Flash плеерам. Он должен вступить в действие в июле будущего года. И под тот Гост уже ни один из существующих российских плееров не подпадает. Поэтому компаниям нужно что-то делать с производством. Производить какие-то более современные устройства. Там в этом Госте заложено множество параметров, касающихся и качества звука, и длительности работы от аккумулятора, и наличие встроенного модема для установки сим-карты, чтобы там, где нет Wi-Fi, можно было через сотового оператора читать. В общем, множество там всяких дополнений было. Компании участвовали в рабочей группе по разработке этого государственного стандарта. И они какие-то вещи отстаивали, за какие-то боролись, какие-то не включили, на какие-то согласились. Но, по крайней мере, то, что есть в Госте, оно было подписано всеми производителями российских Tiflo Flash плееров. И я думаю, что они, идя на такой поступок, на это вот согласие все, они, наверное, понимали, смогут они реализовать эти функции в новых устройствах или нет. Но будем ждать, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но политика такая остается же. Мы местные, ну, в смысле, отечественные производители будут нас радовать своими новыми разработками. А речи о том, чтобы привлекать на рынок, какие-то импортные модели пока не стоит, да? Ну, у нас же, как, вроде бы все распределены ресурсы. То есть, поддержка отечественного производителя, вроде бы президентом, заявлена. К сожалению, только что не успевают отечественные производители за зарубежными. И в этом есть определенные трудности. Ну, не знаю, но будут стараться. Элементная база, в принципе, в мире есть. Программное обеспечение можно написать. Мы же движемся все время вперед. Цифровизация там и так далее. Может, нам как-нибудь все-таки повезет и нам предложат какие-то интересные варианты. Ну, а кто из зарубежных производителей, ориентируясь на наш ГОСТ, попытается выйти на российский рынок? Ну, наверное, кто-то будет пытаться. Ну, вот есть такой аппарат Victor Reader Stream, очень неплохой. Да, неплохой аппарат. Правда, он дороговат и вряд ли выиграет тендер хоть где-нибудь. У нас же пока законы о государственных закупках предусматривают не качество продукции, а низкую его цену. То есть, чем ниже цена, тем больше вероятности, что это устройство выиграет тендер. И тут надо что-то менять в законодательстве. Но, к сожалению, вероятно, это не скоро произойдет. Я как раз хотела вот говорить о том, о чем вы сказали. Все бы, цены бы не было или к жесту, если бы еще с сим-картой можно было Wi-Fi подключать как-то. Потому что поедешь куда-то или что-то взять с собой, у него же столько возможностей. Мы прекрасно вот и новости в интернете, статьи читаем. Любые вот сейчас, особенно тестовые вопросы какие-то задавать, что-то нужно посмотреть или узнать. Это очень нравится так вот прибор. Но вот куда-то с ним отойти из дому уже нельзя, где нет интернета. Ну вот эти все вопросы, они поднимались на рабочей группе. Они вошли в ГОСТ. Будем ждать, будем смотреть, что нам предложат. У кого еще есть вопросы? Может, у кого-то есть трудности какие-то с эксплуатацией устройства? Может, какие-то есть баги, которых никто не заметил, у кого-то проявились? Мы, по крайней мере, могли бы сообщить разработчику о них. Очень быстро у нас слетала внутренняя память. Пришлось мне обращаться на сайт. Они выслали мне. И то я как-то сама не настолько квалифицирована. Пришлось подходить в офис на месте, и чтобы мне восстановили эту внутреннюю память. А потом уже работает прибор нормально, неплохо. Но как-то очень быстро слетело. Ну, вы знаете, я забыл просто об этом сказать. Возможно, это будет кому-то интересно. Дело в том, что в качестве памяти с прошивкой системой используется microSD-карточка, которая установлена под аккумулятором. Ее, конечно, компания ElecGest не производит. Они закупают у каких-то разработчиков, и, вероятно, они натолкнулись на некачественную партию. Я понимаю, что они, конечно, должны бы, наверное, были тестировать эти партии и так далее, а не перекладывать на пользователя эти проблемы. Но вот тут надо признать, что компания сама, видать, пострадала от того, что им предложили некачественную партию microSD-карточек. Постигла их неудача. Так что к качеству плеера, будем говорить так, это отношение не имеет. Но, вероятно, комплектующие все-таки надо как-то тестировать и стараться не устанавливать microSD-шки, которые, в общем, плохого качества. Я вот на прошлом вебинаре то же самое говорил о Solo 4. У них тоже попалась партия, видать, некачественных SD-карточек. И мне как раз в частности тоже такая попалась. То есть я ее в компьютер ставлю, а он предлагает ее форматировать. Плеер ее не видит там и так далее. Ну, бывает. Короче, на старуху тоже бывает проруха. Но вот, тем не менее, это хотя бы поправимая, исправимая вещь. Сказали, что чтобы там Wi-Fi подключить. Но его можно понести, создать. Можно. Вот я сам делал за городом. У меня был мобильный интернет. Создал мобильную точку на телефоне, как Wi-Fi. И подключил. И плеер к нему спокойно все работает. Ну, это известная вещь. К любому роутеру, будь это мобильный телефон, который выступает в качестве роутера. Мобильная точка доступа. Или есть роутеры, у которых устанавливается сим-карта. И они могут работать, так сказать, без проводного интернета. И плеер подключается, да. Я тоже иногда, когда нет возможности подключаться, использую мобильную точку доступа в телефоне, для того, чтобы подключать к нему какие-то другие устройства для демонстрации. Когда выезжаем куда-то на выставки, в командировки. Вы знаете, настолько тупая, что я не додумалась до этого. Ведь действительно к телефону можно подключать. Ну вот, хоть какая-то польза от нашего вебинара сегодняшнего есть. В принципе, для книг-то и не надо подключать. На телефоне можно слушать вполне АВ-3715. Да можно, конечно. Но есть у нас ряд людей, которые не очень дружат с сенсорными устройствами. И для них, наверное, это выход, решение. Так мобильную точку создать тоже надо уметь. Ну, мобильную точку можно внука попросить создать на его телефоне и к нему подключить. Ну что, будут какие-то вопросы еще, пожелания к производителю? То есть я, в принципе, могу Варламову написать, если есть какие-то пожелания и просьбы. Ну, я вот честно тоже так довольно тщательно стараюсь тестировать все эти железки. И у меня меньше всего нареканий на их продукцию. Вот мы часто сталкиваемся, живем в провинции, сталкиваемся многие незрячие с такой проблемой. На флешке получаем диалог журнал, так? И потом эти флешкарты почему-то очень часто нельзя использовать повторно. Что-то с ними такое делается, что они ни форматироваться не хотят, ни записи. Говорит, диск защищен от записи. Проверяем мы все там и движки, и все. И через контекстное меню я вот пыталась всяко ее каким-то образом отформатировать. И попадаются частенько такие флешкарты. Или это уже закупаются такие? Или это что-то мы сами не можем сделать? Вы знаете, я недавно с такой проблемой столкнулся. То есть старая флешка с диалога. Ну вот как раз на iLogJest надо было ее и отформатировать, и положить туда книги. И у меня не получилось. То есть движок я понятно посмотрел, чтобы он стоял в открытом положении, чтобы запись была разрешена. И вот он выдавал такое сообщение. Я поставил ее в другой картридер на другом компьютере. И он прекрасно ее увидел и отформатировал. А вот тот компьютер с тем картридером, на котором я пробовал первоначально, он упорно не хотел распознавать ее как флешку, на которую разрешена запись. Не знаю, с чем это было связано. То ли с несовместимостью карточки с картридером, то ли еще с чем-то. Но на другом компьютере и другом варианте другой версии картридера у меня все получилось. Я отформатировал и записал. — Пожелания компании iLogJest, чтобы они добавили голосовой поиск по интернет-радиостанциям. Тут, да, тут такая тема интересная по интернет-радиостанциям. Ну, в принципе, можно, конечно, предложить, но вообще-то их там у них так много, этих интернет-радиостанций. Хорошо, если вы точно знаете, как она называется. А есть же такие станции, которые аббревиатура от каких-то сокращений, и как это произнести для поиска будет, наверное, проблематично. — Хотя бы для избранного, чтобы это сделали. — Можно попробовать, в принципе. За спрос ведь не ударят в нос, а я предложу. — Вот, кстати, к этому еще такой, ну, пожелаю, или вопрос. Вроде бы, вроде бы была такая радиостанция КСРК. Почему-то ее среди списков станций для слепых на iLogJest нет. Там нет еще, правда, и для других некоторых чатов станций. Ну, там надо просто, там сказано, что вроде куда-то надо обратиться и высказать свое пожелание, чтобы они добавили в некоторую станцию. Ну, вот, не знаю, КСРК, есть станция радио сейчас или нет? Сейчас. Станция есть радиовоз, называется. Вот сейчас я посмотрю. Вот она, радиовоз. Не АКСРК, нет такой станции. Большое количество в прошлом году было глюков с прошивкой после выхода той прошивки, в которой имелся поиск музыки в каталоге Яндекс.Музыка. Пошел повальный глюк, значит, при работе с интернетом. Ошибка чтения данных, он говорил, насколько я помню. И приходилось восстанавливать прошивку именно на внутренней памяти. То есть, приходилось заново переустанавливать вот все вот это ПО, которое было на микро-СД карточке. Вот. Люди, кто-то бросал в большом количестве эти плеера вовсе, кто, кому надоело в Москву их отправлять и т.д. и т.п. Ну, я в своем регионе эту проблему как-то, блин, решил. Я этих плееров за эту осень, за прошлую осень, по-моему, это осенью было или весной, что ли. Короче, вот когда вышла вот эта Яндекс.Музыка, там, я их прошел, штук 4 или 5. Я вам что могу посоветовать? В принципе, служба поддержки в компании Электжест работает нормально. Я практически всегда, если у меня есть желание, им дозваниваюсь. Есть у них и электронная почта, можно им написать. Если возникают какие-то трудности, вы не старайтесь их там перекладывать на решения людей, которые разбираются в этих технологиях, а все-таки информируйте компанию об этих проблемах. То есть звоните им, пишите. Они же ребята добрые, они обязательно дело это учтут. Возможно, не исправят прямо в первой же прошивке, так исправят во второй. Но в любом случае, если компания в курсе каких-то проблем, они начнут их решать. А бывают ситуации, когда я, допустим, разговариваю с директором компании, говорю, да вот мне звонят и говорят так-то, так-то, так-то. Он говорит, а я вот от вас слышу это впервые. То есть если бы люди обратились, мы бы наверняка уже задумались над решением этой задачи. Так что не стесняйтесь. Это же, собственно, правильно, когда люди обращаются в компании, не потому, чтобы их там разнести в пух и прах, поругать там и так далее, а просто обозначьте им проблему, и они ее начнут решать. Вот благодарность им. Вот они очень оперативно отреагировали, когда я, наконец-то, долго никак не решался, потом обратился по поводу того, что у меня раздулся аккумулятор. И они мне прям буквально в течение очень быстрого времени прислали новенький, без всякой бедплаты. Все. Спасибо им великолепно. Ну вот, видите, даже есть уже живые примеры. Так что не стесняйтесь. Поругать мы их всегда успеем, а помочь им вычислить неисправности в устройстве – это наше святое дело, так сказать. И они отреагируют и исправят. Наш вебинар закончен по теме Tiflo Flash Player компании ElecGest. Спасибо всем за внимание. Приходите к нам еще. Мы будем рады всех видеть у нас в гостях.